Ни террорист, ни экстремист, ни псих, есть решение суда. Ни обвиняемый, ни подозреваемый, ни свидетель. Блогер, правозащитник, журналист, человек Антон Николаевич Булгаков. Вся информация, видеодокументы доступны в открытом доступе. Ссылки на экране. Благодарство. Я человек Антон Николаевич Булгаков, журналист с непорядок темы эфир, блогер и правозащитник. Летом 2018 года, полтора года назад, сургуки люди, чьи права нарушались, начали активно обставить свои права и свободы. Нам удалось вернуть законному владельцу украденный со штрафстоянки автомобиль, нам удалось заставить управляющую компанию ООО КДСВЖР признать, что они без суда, без уведомлений, отключают от электричества квартиры, в том числе квартиру, в которой проживала женщина с двумя малолетними детьми. После нашего видеопохода в управляющую компанию, ее квартиру тут же подключили обратно к электричеству. Позже, когда мы просто пришли в эту управляющую компанию подать письменные заявления, главный инженер Русин Алексей Александрович, ныне директор, разбил мне телефон и применял физическую силу к нам. Позже Русин попытался перевернуть ситуацию и требовал привлечь нас к уголовной ответственности за подачу заявлений в приемную. Судья от нас дважды закрывала своих кабинетов, хотя официально звали на процесс и ознакомиться с материалами дела. Ни один судья не удостоверил свои полномочия и личность. В самом начале нас задержали в налоговой полицейские, во главе которых был Бабушкин Владимир Анатольевич. На тот момент начальник полиции города Сургута. Он сам на себя под видео наговорил, после чего нами заинтересовался отдел Т. Это отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом, где работал его родной сын, Бабушкин Антон Владимирович. Он публично оскорбил женщину, назвав ее особью женского пола, сказал, что я похож на террориста по ориентировке, если мне приклеить бороду, и что у меня в рюкзаке динамит, и я принимал боевые действия в Сирии. Нас несколько раз арестовывали и осуждали по поддельным протоколам, по статьям 19.3, не выполнение законных распоряжений сотрудников полиции, и 20.2, это мелкое хулиганство. Один раз нас без суда продержали в камере более 48 часов, всего 55 часов. Один раз судилище состоялось после 48 часов задержания. Все надзорные органы и инстанции прикрывали и прикрывали до сих пор все действия и бездействия сотрудников полиции. Через месяц нами заинтересовался отдел Т. по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Нас крутили два месяца и пытались сделать из меня лидера секты, либо лидером экстремистского сообщества. Каждый раз, когда мы записывались на прием к мэру города Сургут, к начальнику полиции и к начальнику налоговой, нас задерживали либо арестовывали. Я был вынужден пойти на крайнюю меру и вызвал на славесную дуэль начальника полиции города Сургут Ерохова. Через несколько дней по фальшему постановлению не относятся к жилым помещениям. Судьи Шерстобитова ко мне в квартиру зашли оперативники отдела Т. при поддержке ОМОН, по главе которых был майор отдела Т. Бабушкин Антон Владимирович. Это родной сын, вы его начальника полиции города Сургут. На время отпуска начальника полиции Ерохова Бабушкин-младший находился в прямом подчинении у Бабушкина-старшего. 25 сентября 2018 года Бабушкин-младший при поддержке сотрудников отдела Т. и ОМОН похитили из моей квартиры вещи и технику на сумму около 400 тысяч рублей. Мне делили наручники и поставили к стенке, и я не видел, что выносили. Ни свидетелей, ни понятых не было. Были двое представителей общественности, которые работают в той самой управляющей компании ООО УК ДСВЖР. То есть, по сути, являлись заинтересованными лицами. Сотрудник ОМОН ударил моего отца по правой руке. Моему отцу 70 лет, и он еле передвигается. Я встал между ними и сказал, ты зачем бьешь тарика, бей меня. Сотрудник ОМОН в маске хотел и меня ударить в этот момент, но его остановил мой вопрос. У тебя отец есть? Из моей квартиры вынесли много вещей, а меня доставили в отдел Т. в наручниках, как террориста, лицом в пол. Мне одевали пакет на голову, пытали, били электрошокером и отбили всю печень. Мне сразу дали 10 суток за якобы невыполнение законных требований сотрудников полиции. Та же статья, статья 19.3 Капры. Хотя в сети интернет есть множество видео, на которых видно, что я ни разу не матерился, не сопротивлялся и никого не оскорблял. Позже я узнал, что моего отца оставили без связи, похитили все телефоны и оставили без попечительства. В основном я готовил ему еду. Но им показалось этого мало, и они отключили ему электричество. По окончании 10 суток мне устроили карусель, не выпуская на свободу ни на секунду, посадили в УАЗик и доставили в отдел полиции. Вменяю, что я сопротивлялся при выходе на свободу. И мне снова присудили новые 12 суток в той же камере, по той же статье. В статье 19.3 Капры. За эти 22 суток мы много раз говорили с сотрудниками отдела Т. Основная цель их была сделать из меня американского агента, лидера секции, лидера экстремистского сообщества, выставить меня психом, ну и так далее. Они сразу начали использовать мою технику для имитации террористической и экстремистской деятельности от моего имени и под моими аккаунтами. Вели переписку со многими людьми и провоцировали их. Вкрывали электронные кошельки и совершали денежные переводы с моего телефона и с телефона моего отца. В мой адрес звучали множество угроз, всех тематик. Ты достал весь город, еще одно видео, и я тебе лично положу в карман 1 килограмм героина. Посадим тебя в камеру к пидорам, ну из песни слов не выкинешь, вывезем в лес, сдадим в психушку и так далее. В эти 22 дня в камере дважды были бельевые вши и дважды проводилась дезинфекция. Мне пришлось выкинуть всю свою одежду, в том числе и нижнее белье. За 2 дня до окончания второго срока, 12 суток, меня отвезли в психушку и требовали от меня добровольно пройти курс лечения. Я, естественно, отказался и ничего не подписывал. По окончании второго срока, всего 22 суток, мне устроили двойную карусель и снова не выпуская на свободу отвезли и сдали в психушку уже принудительно. Позже выяснилось, что в качестве оснований были указаны только слова сотрудников. Ни одного видео, ни одного документа, ни одной улики предоставлено не было. Так и было везде прописано, со слов сотрудников полиции. Якобы я сам себе наносил увечья в камере и был склонен к суициду, что я якобы находил по камере в каком-то металлическом шлеме и даже спал с ним. В общем, полный бред. При поступлении в психушку я подписал только один документ – маленький квиток по технике электробезопасности. Так я дал понять, что я не собираюсь устраивать пожары или диверсии. В психушке мне сразу запретили звонки и свидания, полная изоляция. Однако бельевые в ши из камеры мигрировали в психушку вместе с моей одеждой. Принудительно всех брили наголо, везде по всему телу и мыли спецсредствами. Суда признания меня психически больным и недееспособным не было. Они сразу перешли к лечению по решению суда. Через два дня в закрытом медицинском учреждении в изолированной от звукопалате номер один прошло якобы открытое выездное судебное заседание с участием неустановленного лица в черной мантии по фамилии Бурлутский. Назначенный мне адвокат Герин Дяев вопреки адвокатской этике пошел против своего подзащитного, где я был назначен лечением. Они даже слушать меня не стали, а просто удалили из палаты номер один. Позже мы узнали, что мне, здоровому и недееспособному человеку, не было решения суда признать меня недееспособным. Присудили бессрочное и пожизненно принудительное лечение. Благодаря вмешательству международной общественности нам удалось добиться встречи с уполномоченным по правам человека Хмао Стрибковой. И мне удалось оформить две доверенности на представление моих интересов в судах. Так началось мое третье незаконное задержание с двойной карусели. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу мне не давали, чтобы написать апелляцию. Якобы лечащий врач Гусейнов Фарид Альбертович так и заявил, пиши крови. Пришлось договориться с одним из пациентов и купить ручку за тысячу рублей. В текушке меня незаконно удерживали 62 дня, внутри помещения прогулки были запрещены. Свежим воздухом приходилось дышать через щель в окне. Меня ни разу не привязывали к кровати, не кололи, не пичкали таблетками, но провоцировали каждую минуту и секунду. Воду приходилось пить напрямую из-под крана, постоянно то разрешали, то запрещали звонки и свидания. Главный посыл был такой, подпиши документы о добровольном лечении и сразу все разрешим. Звонки были разрешены с общего стационарного телефона только на городские номера и только на 2 минуты в суд. Мне поступали недвусмысленные намеки, переоформив квартиру на нас и мы тебя тут же выпустим. В текушке они даже собирали большую комиссию из 35-40 врачей и студентов во главе с профессором из университета. Хотя мне озвучивали, что это будет просто беседа, как минимум трое писали все на диктофон. Это было похоже на сцену из фильма «Собачье сердце». Вот только сделать из меня психа им тоже не удалось. На вопрос профессора «Как вы думаете, почему вы тут?» я ответил, что я здравомыслящий человек, исследователь и правозащитник. И тружусь безоплатно во все общее благо, помогая простым людям, что меня незаконно удерживали и судили, по поддельным потоколам и пытались сделать из меня террориста или экстремиста. И вот теперь пытается сделать из меня психа. Позже мы узнали, что главного врача психушки Новикова Андрея Петровича назначает сама губернатор Хмао Комарова Наталья Владимировна, которая позже на мой вопрос о коррупции, 5 октября 2019 года, ответила однозначно «У нас нет никакой коррупции». Сейчас одну минуту, давайте закончим эту тему. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Мне помогали всем миром, но и я не сидел без дела. Написал более 200 страниц, рукописи и множество обращений и требований. Писал 13 ручек. Чтобы добиться свидания и звонков, приходилось идти на крайние меры и устраивать три голодовки. Первые две сухие по трое суток и третья на пять суток с переходом в сухую на третью сутку. Благодаря общественному резонансу и международной поддержке мне звонили со всей страны и со всему мира. Нам удалось подготовить грамотную апелляцию и выиграть апелляционный суд, который состоялся 18 декабря 2018 года. По словам безоплатного адвоката, предоставленного уполномоченным по правам человека, это был президент России. Впервые было отменено бессрочное принудительное лечение. Общая продолжительность незаконного тройного задержания с двойной курселью без выхода на свободу составила 84 дня. 10 плюс 12 плюс 62 дня. Все, время. А, ребята кушают, обедают. Ох. Чашка мне. Пять суток ел. Но на этом все не закончилось. В ночь с 28 на 29 декабря в час 36 якобы пожарными в черных масках была взломана дверь в тамбур по моему адресу. Это была единственная взломанная дверь в первом и четвертом подъезду. А вот фото доказывающее, что пожарные изначально подъехали к четвертому подъезду. Вот пожарник стоит. Они вышли, начали разгружаться. Смотрят, у меня свет горит. И пошли взломать мне дверь. Хотя мы с ними разговаривали через дверь, и я, и соседка, и мы говорили, что у нас никакого ни запаха, ни задымления, ни пожара нет. Что мы в этот день вообще ничего не готовили. Ни я, ни мои соседи. А они все равно дверь взломали. Почему они решили искать источник задымления именно в первом подъезде, и именно на четвертом этаже, и именно в нашем крыле? Ответ очевиден, и вы его знаете. Сразу после освобождения из всех ушей мы стартовали кампанию по привлечению к ответственности всех участных лиц, согласно закону МРФ. Мы множество раз обращались с заявлениями о преступлениях, а это более 600 документов на более чем 6 тысячах страницах, и это только от меня, и это только за полгода. Нам удалось заставить признать прокуратуру, что вещи из моей квартиры были изъяты незаконно, то есть по сути похищены, и прокуратура вынесла представление о возврате вещей в течение месяца в адрес МВД России по городу Сургут. Однако сотрудники полиции проигнорировали законные требования прокуратуры. Нам пришлось обратиться в суд. Сам прокурор города Сургута почему-то этого не сделал, хотя обязан был это сделать по закону. 12 марта 2019 года мы подали имущественный иск в МВД России по городу Сургут с ответчиком МВД России по ХМАУ с требованием вернуть незаконно изъятые не только мои вещи, но и вещи моего отца, моих друзей и моих клиентов. Я занимаюсь ремонтом компьютеров. Через 7 часов после того, как я разместил об этом информацию в сети интернет, мне стало известно, что дверь в мою квартиру выпиливают супер-болгаркой и выламывают кувалды, неизвестные в черных масках и в черной форме с надписью ОМОН. На место прибыли мои друзья с доверенностью от меня и пытались выяснить, что происходит. Сотрудники полиции при поддержке ОМОН во голове того же бабушкина Антона Владимировича снова похитили новые вещи из моей квартиры, не предъявили ни одного документа, основания, ни удостоверения сотрудников полиции, ни протокола изъятия, не опечатали квартиру без двери, не составили протокол осмотра помещения. Более того, у моих друзей были изъяты личные вещи, которые у них были с собой, видеокамера и три сотовых телефона. С ним применили физическую силу и спецсредства. Одного из них арестовали по той же надуманной статье 12.3 КАПРФ. Моим друзьям удалось заснять на видео часть этого беспредела, и мы тут же выложили его в интернет. Сотрудники полиции похитили новые вещи, но не только мои. Из моей квартиры испешно покинули помещение, не показав ни одного документа. То же самое сделал прививший участковый, оставив открытую квартиру неопечатанной. Позже выяснилось, что по официальной версии сотрудники полиции искали у меня в квартире труп либо неадекватному мужчину. Якобы именно из моей квартиры издавался трупный запах, и по подъезду бегал неадекватный мужчина. Мы предполагаем, что искали именно мой труп, либо хотели сдать меня снова в психушку. Мне повезло, что в это время меня не было дома и даже в городе. Ни одного документа по захвату квартиры мы до сих пор не видели. Никаких доказательств, что мне эти документы направлялись и вручались, нет. Мне пришлось начать вынужденное путешествие по стране, дабы не стать тем самым трупом в своей квартире или тем самым неадекватным мужчиной, который якобы бегал по подъезду. Домой мне удалось вернуться только спустя более чем полгода. Все это время мы удаленно доказывали всем надзорным инстанциям и судам, что все, что творилось, было противозаконно. Что это вообще было, до сих пор остается загадкой. Я никогда не проходил и не прохожу ни по одному уголовному делу ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни свидетелем. Кошмарили не только меня, но и все мое окружение. Даже тех, с кем я просто поздоровался на улице. Мне потом высказывали, что к ним подходили сотрудники полиции и опрашивали их по полной программе с пристрастием. До сих пор не озвучено ни одной официальной версии, почему к нам проявлено столь пристальное внимание со стороны сотрудников полиции, в частности, астроризмом и экстремизмом. Ответ стал очевиден позже, когда в ходе журналистского расследования выяснилось, что майор отдела Т. Бабушкина Анатон Владимирович поставил личные интересы выше закона и просто мстил за своего родного отца в рио начальника полиции Бабушкина Владимира Анатольевича, который сам на себя наговорил под видео. В полиции города Сургута работал целый семейный мафиозный клан Бабушкиных в составе из как минимум трех человек – муж, жена и их сын. Это официально признало МВД России Пахмау Югре. Есть документы. В Сургуте в полиции в течение полугода действовала семья в составе из легче, то есть по фамилии Бабушкина. То есть родственники в очень близких отношениях, по сути, создали мафиозный клан в полиции города Сургута. И когда я об этом говорил полгода, меня никто не слушал. До тех пор, пока Бабушкин-младший не начал распускать руки на улицы из-за того, что он сам заклеил свои номера. Вот в чем это боевое. Это я о чем? Я о том, что Бабушкин-старший Владимир Анатольевич, который был в Рио, начальника полиции, это его отец, то есть отец, сын и их мать, которая в отделе кадров работала. То есть это вот такой семейный клан, который работал. Вы говорите, у нас нет коррупции. А что это, если это не коррупция? У меня есть документы, доказывающие, что это на самом деле, они называют конфликт интерес. То есть факт состоялся. Бабушкин Анатолий Владимирович был в составе этого конфликта интереса. Две недели назад я узнаю, что Вадим Николаевич, директор города Сургута, принимает на должное советника по безопасности Бабушкина Анатолия Владимировича. И вы говорите, у нас коррупция нет. Прокомментируйте, пожалуйста. Что за вопрос? У нас нет его коррупции. Нет, человек, нужен. То, о чем вы говорите, у меня не было, по-бабушкину, никаких, будем говорить, решений суда или других каких-то органов для того, чтобы я не сделал это решение. Какие ваши права? Присьолюбите жаловку. Я не верал. Выслезай твой это выключите, пожалуйста, в моей присутствие. Ясно?eless? Нет? Ваши документы, пожалуйста. Подождите, минутать. Подождите, минуточка. Если вы не говорите, давайте задавน. Я не вернул. Вопросы, я здесь задаю. Мне дано право задавать вопросы. Вы уже не бывшаете, но не являются. Я разговариваю, нормально. Присолюбите жаловку. Успиваете. Какие ваши права? Да? За что вы говорите? Есть документы с собой? Дирогите. Поставьте беруши. Пишите жалобы, пишите жалобы. Сначала вы ответите, понимаете? На каком основании вы жалобы собираетесь писать? На каком основании? Я еще раз повторяю. И что? Да, вижу, что особь женского пола. Вовлечный критик, автопеезд. Мои требования, законы. И еще раз говорю, вы обязаны. Я вам не обязан в номер закона в интернете читать. Нет, не обязаны. Не обязаны. Вы обязаны знать. Я не виноват. Это не ваше дело, кому я виноват. Не ваше. Ваше какое это дело касается? Я не виноват. Мне жаль, что вы плохо считаете. В случае, значит, отказа переведите в искусилу. Как минимум полгода целый отдел ТЭП по борьбе с терроризмом в составе примерно 25-30 сотрудников занимался простым блогером и пытался сфабриковать новую террористическую и экстремистскую ячейку на территории города Сургут. Именно начальник этого отдела Луценко Дмитрий Николаевич и выписал направление о сдаче меня в психушку. Террориста и экстремиста из меня не удалось сделать и они решили сделать из меня психа и заколоть в психушке в ходе незаконного, бессрочного, пожизненного, принудительного лечения. Но операционный суд встал на сторону здравого смысла и отменил это решение. В итоге за 2019 год в отставку ушел начальник полиции города Сургут Ерохов, его зам вреево начальника полиции города Сургут Бабушкин Владимир Анатольевич, а его родной сын Бабушкин Анатолий Владимирович попался на заклеенных номерах автомобиля. Поймал его на этом сосед по подъезду, тоже сотрудник полиции Сергей Иванов. Бабушкин младший разговарив не стал и сразу полез в драку, но делался он только административным штрафом на 5000 рублей и досрочным уходом на пенсию. Спустя год нам удалось забрать часть наших пищей из полиции в ужасном состоянии. Дверь в мою квартиру по-прежнему стоит в сторонке рядом с входом. Мы многократно заявляли, что ситуация в городе Тургут критическая, но все закрывали глаза на беспредел сотрудников полиции. Это чисто случайно, что бабушкин младший только руки стал распускать, а не достал табельное оружие и не стал стрелять во всех подряд, как это было в Москве в торговом центре несколько лет назад. Ни одного уголовного дела не возбуждено в отношении сотрудников полиции. Судьи, врачи и других лиц не мажут участие в беспределе. Наоборот, бывший начальник полиции города Тургут Ерохов назначен зам начальника полиции в Ахмау. Бывший в РИО начальника полиции города Тургут Бабушкин старший стал советником по безопасности мэра города Тургут. Бывший главный инженер по УКД СВЖР Русин стал директором. 5 октября 2019 года на встрече губернатора Ахмау с жителями города Сургут я как журналист задал вопрос Бабушкину Владимиру Анатольевичу «Похож ли я теперь с бородой на террориста?» От ответа он уклонился. Мэр города Сургута Шувалов Владимир Николаевич, когда узнал о клане Бабушкиных, ответил «Не этот человек нужен». Губернатор Ахмау Комарова Наталья Владимировна заявила, что у нас нет никакой коррупции. Ни террорист, ни экстремист, ни псих, есть решение суда, ни обвиняемый, ни подозреваемый, ни свидетель. Блогер, правозащитник, журналист, человек Антон Николаевич Булгар. Вся информация, видеодокументы доступны в открытом доступе. Ссылки на экране. Благодарство. Редактор субтитров А.Семкин